Всем привет! С вами вновь Андрей Лов и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Уж не знаю как, но третью неделю подряд я со вторника по среду как-то заболеваю. В этот раз у меня, по-моему, аллергия. Поэтому, ребят, сегодняшний вечерний стрим, слово Лова переносится на завтра. Думаю, сегодня отойду и завтра будем с вами разбирать ваши работы. А сегодня будем с вами векторизовать. Давно мы уже ничего не делали в самой невекторной программе Adobe Photoshop. И да, именно тебе я сейчас говорю, мой дорогой зритель, давай пиши сразу в комментариях, почему не в CorelDRAW, почему не в иллюстраторе. Я все это делаю за 20 секунд. Или вообще на синтезаторе мог бы это давно векторизовать. Пишите прямо сейчас, я с удовольствием это лайкну. Ну, а мы переходим с вами к векторизации данного знака. Копируем картинку, заходим в Photoshop, файл, создать документ, OK. Ctrl-V, вставили, собственно, наш знак. Так, преобразовываем в смарт-объекты, перед тем, как векторизовать, идем с вами в изображение, размер изображения. И ставим с вами ширину какую-нибудь большую, 3000 пиксель, чтобы нам было удобно видеть все детали. Не важно, что картинка поплыла, главное, что увеличилась. Уменьшаем непрозрачность нашего слоя. Берем с вами инструмент прямоугольник. Проверяем, что у нас есть привязка к пиксельной сетке, редактирование основные. И вот здесь у нас должна стоять галочка. Видите, мы ее с вами поставили. Окей. Давайте проанализируем данный знак. Вообще, каким образом он может быть построен. У нас есть чередование, то есть одинаковые полоски. То есть давайте мы с вами, собственно, так и изобразим. Возьмем с вами белую кисточку, да, и нарисуем. То есть у нас есть чередование полосок. Дальше они повернуты на какой-то угол. То есть у нас получается есть поворот. Это второй этап. И третий этап у каждой из этих полосок как бы обрамлена в единую форму. В данном случае круг. То есть вот здесь у нас круг. И он вычитается из каждой вот этой вот полоски. И где-то в одной из частей у нас есть еще такой вырез, вычитание, который идет на одну полоску и на другую. Давайте с вами все это реализуем. Считаем количество полосок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Радуга у нас получается. Берем с вами инструмент прямоугольник. И делаем с вами приблизительно релевантную ширину. Есть. Сдаем с вами какой-то произвольный цвет. Пусть будет черный. Через Alt дублируем с вами прямоугольник. Ведем с вами правее. Буду не спешить. Все-таки это туториал, чтобы вы понимали, как все это делается. И сдаем какой-то произвольный цвет. Цвет. Теперь через Alt дублируем два прямоугольника. И через Shift соединяем с предыдущими. У нас получилось четыре полоски. И нам нужно теперь еще три сделать. Поэтому через Alt две дублируем. Это у нас шесть. И еще один раз у нас получается семь. Здесь можно поставить какую-то полоску черную. За счет того, что у нас есть привязка к пиксельной сетке, у нас все прямоугольники идеально с друг с другом сочетаются. Замечательно. Теперь давайте верхний слой, который является у нас референсом, поставим выше, чтобы он немножко проявлялся. Через Shift загоняем все это в папку. Shift зажали. Левой кнопочкой кликнули внизу на папку. Ctrl-T. И повернули. Ну, поворачиваем с вами на произвольный угол. Ну, давайте будем соблюдать референс. Вот приблизительно вот так. И подставляем. Вот таким вот образом, чтобы у нас получился с вами угол поворота. Дальше у нас два варианта. Первый. Либо мы можем полоски уменьшить, либо можем чуть подувеличить референс, чтобы у нас радиус скругления референса совпало с шириной наших обводок. Вот мы с вами подувеличим. И вот соединяем кружочек. Видите, здесь он соединяется. Ну, и вот здесь каким-то образом он у нас будет вычитаться. Можно еще чуть поменьше сделать, чтобы у нас прям четко в угол здесь зашло. Совместили. Ctrl-T давайте еще уменьшим. Вот, подставим. Ну, приблизительно вот так. И теперь нам нужно поставить круг. Пустой слой. Берем с вами инструмент Ellipse и рисуем. Shift зажали и идеальный круг нарисовали. Ctrl-T. Здесь сверху ставим точку. И Alt-Shift расширяем. Делаем с вами более широкий круг. Также через Shift ставим ниже. Вот таким вот образом, чтобы у нас средняя часть круга четко совпала по вот этому радиусу, где мы хотим, собственно, срезать. Вот приблизительно вот так. Подставили. Все. Больше нам, в принципе, ничего здесь не нужно. Верхний референс можно удалить. Верхний мы давайте зададим красный цвет и уменьшим непрозвратный, чтобы мы видели, каким образом у нас идут соединения. И вот здесь теперь мы должны с вами проконтролировать, что вот эти вот две полоски. Ну, тут опять же вопрос мысли. Мы хотим, чтобы они прям идеально с друг другом синергировали, либо одна полоса чуть заходила за, собственно, кружок. Ну, давайте мы с вами кружок чуть-чуть вверх подвинем, вот таким вот образом. Всегда можно контролировать, вот так вот выделять и видеть, как у нас две кривых без Е, либо они соединяются, либо есть какое-то небольшое отклонение. Давайте такое прям с вами и сделаем. Следующий этап. Итак, мы теперь каждый из этих полосок должны подставить данный кружок и сделать режим вычитания. То есть, как будто бы она обрамляет вот по радиусу, собственно, этот кружочек. Но первоначально, там же у нас округление идет половинчатое, мы нижнюю точку с вами выделяем, белой стрелочкой клавиши DEL удалили. Берем с вами инструмент PERO, кликаем на одну, на один сегмент, ALT зажали, удалили направляющую, два раза ENTER, чтобы обнулить выделение. Кликаем на второй сегмент, ALT зажали, опорную точку и совместили. Вот видите, то есть мы фактически с вами уполовинили круг. Дальше ставим выше этот эллипс, ну его, чтобы вам было понятно, я назову цифру 1, над каждой полоской. То есть, видите, через ALT я дублирую, ALT зажимаю, левая кнопка мыши и получается дубликат панели слоя. Вот, то есть у нас над каждым слоем, над каждой полоской есть такая половинка. Ну и все, что теперь нужно сделать, просто обменить фигурой, либо же для того, чтобы лишний раз потом не прокликивать, можно сразу сделать такой следующий чит. Давайте я сразу вам покажу на примере двух вот таких вот, я вынесу фигур, как вообще все это можно сразу делать. В верхней части вот этому полукругу сразу можно дать свойство область пересечения фигур. То есть, ну, мы можем с вами выделить и задать свойство. Вот, видите, область пересечения фигур. И теперь, если мы сразу задали свойство верхнему слою, при сложении, когда мы через shift выделили обменить фигуру, у нас автоматически как бы вот это получается результирующая часть. Ну, для того, чтобы потом лишний раз каждый вот этот вот из векторов не прокликивать. Поэтому мы можем с вами смело вот эти все контура выделить через control, вот таким вот образом. И здесь поставить свойство. Только здесь, получается, нужно тогда будет все вот эти скрыть сначала слои. То есть, мы должны с вами белой стрелочкой их выделить. Вот, выделяем белую стрелку, у нас сегменты появились. И область пересечения фигур. То есть, всем вот этим половинчатым кругом мы задали это свойство. Дальше все проявляем. Ну, и теперь через shift просто складываем. Сложили один, через shift сложили второй и так далее. То есть, вот таким вот образом мы с вами делаем. Обратите внимание, мы не используем с вами никаких отравочных масок, чтобы у нас каждый сегмент был отдельно, независимо от предыдущего. Именно поэтому мы над каждым и дублируем. Вот мы получили с вами серию полосок. Давайте сразу референс продублируем. Сделаем 100% непрозрачность, уменьшим, чтобы забрать релевантные цвета. Вот у нас с вами есть референс. И давайте прокликивать. Верхний слой красный. Подставили. Ну, давайте здесь уже непрозрачность везде поставим 100%. Все. Дальше второй слой у нас оранжевый. Цвета радуги. Желтый. Зеленый. Голубой. Синий. И, наконец, последний у нас фиолетовый. Подставили. Все. Вот мы получили с вами абсолютно все вот эти вещи. То есть, видите, они у нас получаются путем совмещения двух кунтуров. И дальше нам осталось сделать вычитание из полоски голубой, из полоски синей. Давайте сразу с вами подставим. Ну, видите, у нас можно сразу подставить с вами направляющую. То есть, ну, если мы прям очевидно на референс ориентируемся, то есть, под каким углом у нас уйдет вот это вычитание. Сделаем с вами незакатый контур без Е. Выставляем с вами обводку 1 и, например, красным цветом. Это просто у нас является как некий референс. Теперь мы определяем, от какой точки у нас пойдет вычитание. Ну, давайте Ctrl-T подувеличим еще. Можем поставить лизу. Видите, вы можете как угодно кастомизировать. Можете Ctrl-T как-то повернуть на любой абсолютно угол. Ну, предположим, что у нас мы условно поделим вот эту вот верхнюю грань на третью. То есть, вот здесь и вот здесь. Вот как раз я хочу, чтобы с этой частью у нас здесь как-то вычиталось. Для того, чтобы нам это правильно сделать, нам потребуется как раз вот эта вот полоска основная голубая. Поэтому давайте мы ее с вами найдем. Она у нас вот должна быть. Через аль дублируем выше. И делаем с вами упрощение. То есть, объединить компоненты фигуры, чтобы у нас фигура упростилась. Дальше. Смотрите, что нам требуется здесь. У нас нижнюю часть я вскрою, чтобы вы понимали, как все это делается. Здесь у нас также те же самые точки есть. Ну, вот эти пунктура. И нам требуется поставить вот эту точку прям ровно по нашей красной направляющей. Здесь кликаем с вами плюсик. Далее. Нам вот эти точки не нужны. Мы их просто выделяем и клавиши D удаляем. И, наконец, четко по направляющей здесь кликнули перо. Alt зажали. Удалили. И четко выставляем параллельно красной. Все. И замкнули. Вот таким образом мы получили как раз элемент, который будет вычитаться из верхних, которые у нас идут. Ну, и для того, чтобы вы совсем понимали, что мы сделали, давайте какой-нибудь цвет сделаем серый. Вот таким образом. И последний момент. Эту вот точку, последнюю, ее можно специально вот сюда задвинуть. То есть, для чего все это делается? Чтобы у нас однозначно данный сегмент не совпал, не был параллельным с вот этой вот линией. Чтобы гарантированно мы все вычитали, все, что здесь у нас идет. Хорошо. Ну, и теперь нам нужно это подставить только к двум нашим фигурам. У нас есть голубая и синяя. То же самое. Через Alt ставим, чтобы у нас над голубой стоял сегмент и над синий. Вот. Также, то, что мы с вами уже говорили, мы можем заранее подставить здесь свойство вычесть. Ничего страшного. Видите, у нас вокруг получается цвет. Означает, что когда мы сверху будем объединять, у нас верхняя фигура будет вычитаться. И заодно сразу поставим голубой цвет. Вот видите, у нас получается две фигуры. Точнее, здесь нужно синий подставить сначала. Давайте мы здесь синий подставим. И вот мы, собственно, объединили через Shift фигуры. И вот у нас, видите, вычитается. И то же самое делаем с верхним слоем. То есть, сдаем свойство цвет. Голубой. И вычесть переднюю фигуру. Замечательно. И соединили все это в фигуру. Вот мы, собственно, с вами получили вот такой вот контур. Дальше мы сможем теперь с вами все это сохранить. Еще раз напоминаю, что программа Photoshop, она не позволяет сохранить в правильной еб. Для этого нам потребуется воспользоваться сохранением через PSD. Для этого нам требуется просто обнулить все растровые слои. Достаточно их выключить, необязательно их удалять. Главное, чтобы у нас все в панели слоев все было в векторах. И не важно, что они у нас сложные, это не имеет значения. Файл сохраняем с вами в PSD. То есть, так называем 1, 2, 3. Есть. Переходим с вами в иллюстратор. То есть, просто перетаскиваем с вами PSD в иллюстратор. Открываем сохранение векторных данных. То есть, видите, у нас здесь верхняя точка должна стоять. Живем с вами ОК. Все. Дальше мы проверяем Ctrl-A. То есть, у нас весь вектор сохранен. Можем с вами его упростить. Объект Expand. И у нас все контура упростились. Также можем с вами проверить линки. Вообще, все вот эти вот настройки в иллюстраторе. Уж кто бы учил иллюстраторам, так не Андрей. Вы можете всегда найти в Windows. То есть, у вас там links, colors, все остальное. Там слои. Если что-то потеряли, всегда здесь заходите и кликайте. В линках у нас нет никаких растровых данных. Это означает, что все у нас в векторах. Каждый из этих сегментов его можно перекрашивать. Абсолютно любой цвет ему сдавать. Какой ваше душе угодно. Вот, собственно, мы сегодня с вами данный знак векторизовали. Ну, конечно, его можно сделать монохромным. Либо наоборот. Его можно в фотошопе упростить и сохранить единый объект. Ну, для того, чтобы его прям совсем точно сохранить, все-таки нам придется какие-то вещи один из другого, например, вычитать. То есть, мы можем здесь через один вот эти вот элементы удалить. Получить какой-то вот такой знак. Дальше что мы можем с вами сделать? Мы можем вот эти элементы с вами упростить. Объединить компоненты фигуры. Вот таким вот образом. Ну, и дальше их объединить. Через Ctrl выделяем. Объединить фигуру. У нас получается какая-то такая очень своеобразная фигура. Правая кнопка мыши. И определить произвольную фигуру. Видите, фигура 81. И теперь у нас в буфере, в фотошопе данная фигура вот здесь находится. Мы ее сюда можем кликнуть. Через Shift здесь подставить. Вот у нас, видите, кривые все, что мы здесь подставили. Вот такой сегодня ролик получился. Давно мы уже с вами ничего не векторизовали. Можете в группе ВКонтакте, в комментариях предлагать какие-нибудь логотипы. Какие-нибудь интересные, геометрические. Геометрические, которые можно вот так вот будет разобрать. В самой прекрасной программе, которая в том числе закрывает 90% векторного диапазона в реализации. На сегодня это все. Я надеюсь, вам этот ролик понравился. С вами был Андрей Лоу. Всем пока.